Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте, в эфире Минское городское управление МЧС, студия Анастасия Гарбер. С начала года столичные спасатели потушили более 350 пожаров и загораний, на которых погибли уже 5 человек. Еще 10 пострадали. Минск чрезвычайный. В субботу днем в МЧС поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире в доме на улице Филатова. Горелое имущество в жилой комнате. Прибывшие спасатели вынесли из квартиры 60-летнего хозяина. Врачи скорой провели необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось. Вероятнее всего причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении погибшим в состоянии алкогольного опьянения. При следовании к месту этого пожара подразделения МЧС вновь столкнулись с проблемой припаркованных во дворе авто с нарушением ПДД. А ведь главное условие работы пожарных – оперативное прибытие на место происшествия. От времени, которое они тратят, чтобы пешком преодолеть расстояние от автомобиля до подъезда и горящей в нем квартиры, зависит жизнь людей, находящихся в очаге пожара. При выборе места для парковки на внутридворовых территориях обязательно учитывайте возможность проезда большегрузной техники МЧС. Минск чрезвычайный. Разыгравшаяся в республике в выходные непогода натворила беты в Минске. Порывы ветра срывали фрагменты кровли со зданий, рекламные полотна с билбордов, валили деревья. Вечером в субботу из-за сильного ветра часть навеса оторвалась от крыши остановки общественного транспорта на улице Одинцова и травмировала стоявшую рядом пенсионерку, которую госпитализировали. Спасатели помогали коммунальщикам устранять последствия непогоды. При порывистом ветре МЧС советует не парковать автомобили рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями. Держитесь вдали от шатких строений, рекламных счетов, линии электропередачи и высоких деревьев. Куб жизни помог бойцам МЧС во вторник спасти женщину, которая выпрыгнула из окна восьмого этажа дома на улице Неманская. О том, что в окне стоит человек, в 101 сообщили очевидцы, на глазах у которых все и происходило. Когда спасатели развернули подъемник, чтобы поговорить с 36-летней женщиной, она вернулась в квартиру. Однако позже открыла окно и, не раздумывая, прыгнула вниз. К этому времени спасатели уже развернули пневматическую подушку, которая и приняла удар на себя. Медики госпитализировали женщину. Минск чрезвычайный. Вся неделя в Беларуси проходит в формате повышенной безопасности. В республике продолжается масштабная акция «Единый день безопасности». Спасатели проводят учения на случай пожара на крупных предприятиях, опасных объектах и многолюдных зданиях. Уроки безопасности проходят и в учебных заведениях столицы. На сегодня это все. До встречи в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.